В нашем Кукмарском краеведческом музее хранится родословная, в которой вы можете увидеть корни знаменитого киргизского писателя Чингиза Тариколовича Айтматова. Это родословная татарская ветви Айтматовых, рода Ишманова Габдальвалиевых, которая насчитывает более 200 имён. Семья писателей – это уже 17-е поколение в генеалогическом древе. Когда Айтматову подарили рукописный вариант его родословной, он был очень удивлён и прислал благодарность за такой ценный подарок. Пишет свои слова благодарности и говорит, что Кукмарский край для него стал родным краем и является святым местом. Кукмарский район – родина предков Чингиза Айтматова по материнской линии. В селе Маскара родился его дед Хамза. Судьба забросила его в город Каракол Кыргызстана. Там и остался в Кукмаре есть не только три музея Чингиза Айтматова. Его имя носит первая гимназия. Ежегодно здесь проводят айтматовские чтения. Приезжают учителя и ученики со всей России. На территории школы стоит памятник «Материнская слава». Он посвящён матери Чингиза Айтматова – Нагиме Абдувалиевой. Мы гордимся тем, что он имеет какие-то корни с нашим районом. Это маленький Чингиза Айтматов со своей мамой. Его мать Нагима вложила очень много усилий для того, чтобы вырастить четверых детей после того, как арестовали и казнили её мужа. Дебютировал Чингиз Айтматов ещё в студенческие годы с небольшим рассказом газетчик «Дзуо». Мировое признание пришло к нему в 1958-м после выхода в свет повести Джамиля. Пик творческой карьеры писателя пришёлся на 60-е и 70-е годы. Его творчество переведено на 130 языков. По произведениям Айтматова сняли больше 20 картин. По его повестям и романам не раз ставили спектакли и в Камаловском театре. В Казань Айтматов впервые приехал в 1971 году уже признанным писателем. В 2000-м он снова посетил республику. Фуат Галимулин тогда возглавлял союз писателей и сопровождал Айтматова. Вспоминает, как он всем интересовался. Задавал много вопросов и хотел больше узнать о Татарстане. Говорили и о татарской литературе. Чингиз Айтматов был хорошо знаком с творчеством многих наших авторов. Чингиз Айтматов очень хорошо знал татарский язык. Вот с ним наедине, когда оставались, мы поговорили на татарском языке. Красивый наш язык. Вот, обратите внимание, наш язык. Значит, он татарский язык тоже считал своим языком, потому что это язык его матери. В Татарстан Чингиз Айтматов приехал тогда по приглашению Миттимира Шаймиева. Их связывала крепкая дружба. Миттимир Шарипович рассказал, что еще в молодости прочитал повесть Айтматова «Прощай, гульсары», которая тронула его до глубины души. Маму Миттимира Шаймиева звали так же, как и маму Чингиз Айтматова – Нагима. Чингиз Айтматов – всемирно признанный мастер слова, мыслитель, который в каждом своем произведении напоминает нам о человеческих ценностях. Поэтому его уникальное творчество понятно всем и принадлежит, я бы сказал, всему человечеству. В 2021 году во время рабочего визита в Кыргызстан Рустам Мениханов посетил дом-музей Чингиз Айтматова. Экскурсию тогда провел сын Эльдар. Писатель провел здесь последние 20 лет. Здесь же расположен фонд его имени. Его в 2000-м основал сам писатель. Бишенбек Муканбетов рассказывает, творчество Айтматова на него сильно повлияло, как в белом пароходе он школьником, мечтал уплыть куда-нибудь, вот и оказался в Татарстане. Говорит, видит, как здесь почитают писателя. Чингиз Айтматова, конечно, родственник с Татарстаном, поэтому, я думаю, очень даже уважает и очень любит татарстанца. Сегодня в культурных центрах республики проходят вечера в честь писателя, идут спектакли. В кинотеатре «Мир» на протяжении трех дней можно увидеть фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова. Ироника Гайнудинова, Данил Филатов, Рамзель Гарипов, Алмаз Зиадзинов, ТНВ, Казань, Кукмар.